В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день мая с погоды. В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». В рамках проекта создания всесезонного туристско-рекреационного кластера «Пхия-Кислоисточники» строится дорога, которая соединит курорт Архыс и Пхию напрямую и обеспечит круглогодичную загрузку гостиничных емкостей. В Международном колледже «Полиглот» состоялось праздничное мероприятие – фестиваль «Дружбы народов». Студенты облачились в национальную одежду и рассказали присутствующим о старинных обычаях и традициях народов Кавказа. А на территории 18-й гимназии Черкеска прошел республиканский фестиваль по регби и тек-регби. В нем приняли участие 13 команд. По итогам первое место заняли ребята из аула Инжи Чишко. Сегодня Всероссийский день библиотек. В Карачаево-Черкесии 160 общедоступных библиотек. Из них 157 – муниципальные, городские и сельские. Три уровня субъекта федерации – это Государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой, Детская библиотека имени Сергея Никулина и Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих. Ежегодно фонд обновляется. Несмотря на век технического прогресса, когда число читающих книги значительно уменьшилось, есть постоянные абоненты, которые ежедневно посещают библиотеки и обогащаются знаниями. С удовольствием знакомятся с книжными новинками. Только представьте, размер совокупного книжного фонда, фонда публичных библиотек Республики, составляет 2 580 766 единиц хранения. Число работников, занятых в библиотечной сети Карачаева-Черкесии, на сегодня 454 человека. Библиотека наша по Российской Федерации на уровне. Мы достаточно нормальный вклад внесли, потому что мы принимали участие в выпуске четырехтомника антологии, литературы, поэзии, драматургии, детской литературы. Вот библиотека принимала участие в выпуске по нашим разделам, по Карачаево-Черкесии. Мы приняли участие в выпуске антологии всех народов Российской Федерации, в том числе, если в наших антологиях есть стихи, проза наших писателей, абазин, черкесов, карачаевцев, нагайцев, то это заслуга нашей библиотеки. Вот эти книги, они вот там есть, значит, выпущены на Москву четыре тома антологии. Мы считаем, что мы смогли обеспечить российского читателя нашей литературы, нашими достижениями, связанными с поэзией, прозе, драматургией и так далее. То есть вот в этом деле мы принимаем активное участие, эту работу мы и дальше будем проводить. Это, во-первых. Во-вторых, все наши книги, издания, они попадают в библиотеки Российской Федерации, национальную библиотеку, другие библиотеки мы содержим своей литературой. И мы считаем, что это обогащаем, как говорится, богатство и этих библиотек. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите информационный выпуск «Вести» на абазинском языке. Я с вами не прощаюсь. Мы встретимся в 9.34 в Большом Утре. Миш, ну чем тебе так нравится «Ситилинг»? Отличный магазин бытовой техники и электроники. Широкий ассортимент. Можно оформить доставку или забрать самому из пункта, выдать. Низкие цены, ревые поставки от производителей. Миш, может, хватит уже. А еще у них сайт удобный. Вау! Только 7 дней, тысяча товаров по рублю и суперцены на все. В новом магазине «Ситилинг» в Черкесске. Ждем вас! Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали смс с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику. Не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнаете, все ли у них в порядке. Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал «Россия». Четыре дня до начала лета. У одних каникулы, у других отпуск. Популярная Турция пока закрыта для туристов, но есть наши курорты Краснодарского края и Крыма. Но можно никуда не ехать, а отдохнуть в родной Карачаево-Черкесии. Главное, чтобы погода не подвела. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ночью гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днем 21-23 градусов тепла. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И возвращаемся к красотам нашей республики. Проживая здесь много лет, жители думают, что побывали во всех уголках республики. Ошибаетесь. Еще много неизведанного осталось за кадром. И сегодня в рубрике «Изучаем Карачаево-Черкесию с русским географическим обществом» мы узнаем все об озере Каракель. Этим утром в Тиберду отправилась Алла Дюнаева, которая расскажет о прекрасном водоеме, расположенном прямо у федеральной дороги. Это излюбленное место отдыха для жителей и туристов. Мы многого не знаем о Каракеле, ведь оно овеяно различными легендами. Точная информация об этом природном объекте и результаты исследования озера русским географическим обществом в репортаже Аллы Дюнаевой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В самом центре Тиберды прямо у дороги находится и восхищает красотой прекрасное озеро Каракель, любимое многими и покорившее мое сердце. У вас хороший вкус на природные объекты. Это озеро моренного происхождения. Некогда здесь был ледник. В ледниковый период здесь был ледник. И в результате динамических процессов, которые происходили в этом леднике, образовалась морена. Прекрасное озеро по всему периметру окружено горами, а в его прозрачной воде отражается природная красота Тиберды. Озеро Каракель – одно из прекраснейших природных объектов Карачаева-Черкесии и Тибердинском заповеднике. О нем слагают сказки, рассказывают легенды. Некоторые утверждают, что у него двойное дно. Другие рассказывают, что в глубине озера есть пещера. Согласна, каждая уважающая себя достопримечательность должна иметь вокруг себя много загадок. Но некоторые мифы мы сегодня развеем. Карачаево-Черкесское отделение Русского географического общества совместно с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории геоэкологического мониторинга Кочегу исследовали озеро и теперь точно знают и могут рассказать о Каракеле все. Сканировали его эхолотом, промерили глубину. Нигде никаких пещер мы не обнаружили. Не было здесь пещер. Но были обнаружены родники, которые бьют из-под земли. Особенно ближе сюда, где труба, из которой выходит вода, пополняющая озеро. Вот там самое глубокое место, где-то 12-14 метров, не больше. Хотя раньше нам говорили, что здесь 18-19 метров. И эти подводные родники очень холодные и сильно меняют температуру воды в озере. И она не успевает перемешиваться. И вода в Каракеле из-за этого имеет разный температурный режим, рассказывает доктор географических наук Вячеслав Онищенко. Здесь нередко происходили случаи, когда люди тонули. Потому что резкая смена температуры, когда человек не знает о существовании этих ледников, и сводила судорога, и люди тонули. Находили их далеко от тех мест, где они затонули. Это говорит о том, что есть какие-то течения, связанные с турбулентностью в зависимости от температуры воды. Всегда это теплое стремится к холодной воде. Холодное вытесняет теплую наверх. И поэтому вот эта турбулентность воды, она создает разные температурные режимы воды. Причем переамплитуда, колебания температуры сегодня очень высокая. До 15-17 градусов амплитуда. Днем вода в западной части озера может нагреваться до 18-20 градусов. А ночью в восточной части может опускаться до 3-4 градусов. А название Каракель с карачаевского переводится как «черное озеро». Воды снежников, которые приносятся с вершины к вершине и микропонижение вершины кельбаши. Поэтому оно называется Каракель, то есть «черное озеро». Озеро над Черной горой. Впереди, вот в сторону Домбая, видны ответвления от главного Кавказского хребта, заснеженные горы. Раньше в понижениях рельефа этих гор снег сохранялся круглый год, образуя малое оледенение в виде фирновых ледников, небольших по площади ледников. Но сохранялось оледенение. Сейчас, вот где-то с 90-х годов, эти ледники исчезают. И озеро становится, то есть хребты приобретают черный, темный цвет. Поэтому их и называют иногда черной скавой. С одной стороны озеро примыкает к западному склону, покрытому хвойными лесами, которые обогащают воздух, и примыкающее воздушное пространство озера насыщают фитонцидами. Поэтому этот участок оздоровительный. Павел Валентинович, расскажите, вот ассоциации с детства какие у вас с этим озером? Ну, самые противоречивые. С одной стороны, это красивое место, где в основном собирались дети нашего поколения. Здесь купались, здесь строились вышки все время, каждый год. Мы ныряли здесь, плавали. Но, поскольку в окружении этого озера находились противотуберкулезные санатории, и здесь была обнаружена палочка Коха, вот, нам запрещали родители купаться здесь. Но мы как бы не особенно обращали внимание на эти запреты и сбегали купаться сюда. А это какие годы было, и потом все в новом году? Это как бы возбудитель легочного туберкулеза. Но я не знаю такого случая, чтобы кто-то из местных людей, вот, коренных местных жителей, заболел здесь туберкулезом. Сюда приезжали отдыхающие на последней стадии, с последней стадией туберкулеза. И побыв здесь, ну, месяца три, попив местного айранщика, погуляв на этих вот теренкурных маршрутах, вот, уезжали отсюда с зарубцевавшимися легкими, без всяких операций, и жили до глубокой старости, забыв о своих болезнях. Вот такая исцеляющая способность этого курорта. А в 60-е и 70-е годы Каракель сильно стала зарастать тиной и водорослями. И в течение года вода в водоеме меняла цвет, и озеро пропадало. Но местные жители запустили сюда рыбу, толстолобика, сазана, белого амура, и тина исчезла, и озеро сохранилось, и продолжает радовать жителей и гостей курорта. А насладиться прекрасным видом, запечатлеть на фотоаппараты, и, конечно, подышать хвойным воздухом сюда приезжают люди со всех концов России. Для Руслана и Рамины Абаджевых этот пенек у Каракеля – излюбленное место. Мне очень приятно тут находиться. Во-первых, тут очень красивая природа. Воздух отменный. Люди прекрасные, гостеприимные. Мы уже третий раз приезжаем сюда, и дай бог, сколько будем жить, столько будем приезжать сюда. Очень хорошее место, воздух хороший. Еще приедем через неделю-две, как пыльца пойдет. Все хорошо. А вот и неожиданный для нас обитатель озера Черепаха. Греясь на солнышке, она накапливала тепло в свой панцирь и позировала в нашей видеокамере. Но когда мы решили подойти еще ближе, сползла в воду и уплыла в свое подводное царство. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Тиберда. Засмотрелась. Неужели это наша Карачаево-Черкесия? Да, это наша прекрасная, красивая республика. Девять медалей завоевали хозяйство Карачаево-Черкесии на Всероссийской выставке племенных овец и кос. Отметим, что в работе выставки принял участие 21 регион Российской Федерации. От Карачаева-Черкесии участвовало пять овцеводческих хозяйств «Хаммер», «Махар», «СПК Агролоба», «Икар», «Магнат» и группы компаний «Домоте», которые реализуют в республике проект по развитию овцеводства и модернизации мясоперерабатывающего завода. На выставке представили поголовье карачаевское и советское мясо шерстной породы овец. 12 автогородков для изучения детьми ПДД поступили в города и районы Карачаева-Черкесии. Мобильный городок – это тематический комплекс оборудования, методических материалов и наглядных пособий для дошкольных и школьных учреждений, предназначенных для изучения и повторения правил дорожного движения с целью формирования у детей культуры правильного поведения на дорогах. Наверное, жить по правилам очень удобно и для себя, и для других. Кстати, о правилах. В 45 странах запретили цирковые программы с участием животных. Как говорят эксперты, Россия пока не готова к этому. Но в Карачаево-Черкесию приехал цирк, где нет животных. Они представили новую программу «Цирк на льду, лед и пламя». И сегодня к нам в гости пришла артистка цирка. Доброе утро! Артистка цирка «Торнадо» Дарья Тарасова. Она пришла не с пустыми руками. Это замечательные голуби, которых мы вам покажем также из этой программы «Фрагмент». Присаживайтесь. Очень приятно видеть вас в нашей студии. Взаимно. Доброе утро. Доброе утро. Дарья, вы фигуристка с очень известной фамилией. В России это известный тренер Татьяна Тарасова. Скажите, вот вы имеете отношение к этой семье или просто вы однофамильцы? Нет, мы просто однофамильцы. Но очень гордостно, что Татьяна Анатольевна такой заслуженный тренер в России и в мире. То есть я стараюсь ей соответствовать. Скажите, вы профессиональная фигуристка? Да, я профессиональная фигуристка. Занимаюсь с пяти лет фигурным катанием. Начала карьеру как одиночница. Далее, волей судьбы, попала в команду по синхронному фигурному катанию. Побывала на чемпионате России, на чемпионате мира. Этот спорт набирает обороты. Ну вот, чтобы зрителям было понятно, синхронное фигурное катание, это там несколько пар, вы говорили, да? Сколько участвует? Это получается командный вид спорта. Там 16 девочек принимают участие. Также короткая программа, произвольная. Просто это массово, зрелищно. Там свои правила, так скажем, выполнения элементов. Скажите, почему вы все-таки ушли из профессионального спорта в шоу-программы? Может, что-то не сложилось или больше вас привлекает шоу? Да нет, я считаю, что я свою миссию выполнила. Побывала на таких известных стартах. Просто нужно было двигаться дальше. Я поступила в институт, а потом меня пригласили в ледовое шоу. Я не собиралась дальше связывать свою жизнь с коньками, но меня не отпустило. И сколько времени вы работаете уже в цирке Торнадо? В цирке Торнадо я работаю первый сезон. А вообще в шоу на льду я работаю уже 7 лет. Ну, вы знаете, я была шокирована. Я была на вашем шоу в Черкесске. Я впервые видела цирк на льду. Хоть это как бы искусственный, да, лед? Да. Наверное, к искусственному тоже нужно привыкнуть, да? Да, вы абсолютно правы. На нем сложнее, да, кататься? Да, то есть ощущения немножко другие, нежели чем на натуральном льду, потому что постоянно нужно точить коньки. Если на настоящем льду где-то раз в полтора месяца нужно точить коньки, то на пластиковом льду мы отрепетировали или выступили шоу, и срочно нужно затачивать, потому что они быстро тупятся. Ну, вы знаете, впервые я видела, как вы катались на ходулях. Да, я правильно выражаюсь? Да, абсолютно верно. Это ходули. Да, это ходули. Коньки-ходули. Да. Вы знаете, вот, к примеру, мне и многим другим, наверное, сложно научиться кататься просто на коньках, на обычных коньках, да, фигурных. Скажите, вот чья это была идея коньки-ходули? И как вы освоили? Кто именно их изобрел, я, к сожалению, стыдно сказать, не знаю. Это в цирке на льду был распространенный жанр, и когда, как только у меня появилась возможность его освоить, я его решила освоить. Но вот за сколько времени вы научились кататься на ходулях? Получается, где-то за месяц, вот так вот, в общей сложности сказать за месяц. Но это потому, что я уже уверена, как бы стояла на коньках, владела всеми элементами фигурного катания на обычных, и благодаря этому я смогла перенести это на высокие коньки. Ну, мне кажется, со стороны это так страшно выглядело, я вот, знаете, вот просто не дышала, сидела и не дышала. Мне казалось, что, ой, вот сейчас, вот сейчас что-то произойдет, но ничего не произошло, все выглядело довольно-таки великолепно и профессионально. Можно, вот дайте мне правый, пожалуйста, ботиночек. Так, это какой? Это левый. Так, это левый, я хочу правый подержать вот в руках, мне очень интересно. Ой-ой-ой, сколько весит. Вот, кстати, очень весомый, весомый. Вот, вот даже продемонстрирую. И как ваши ножки, как ваши ножки чувствуют вот в таких ходулях? Так, а я бы сейчас возьму пример. Ничего себе. Так, Дарья, я вам не завидую, если честно. Со стороны это казалось очень даже, очень даже мило. Вам помочь? Да нет, спасибо, сама справлюсь. Нет, ну, к примеру, типа того, типа зашнуруем, мне-то не выходить на лед. Так, ой-ой-ой, ой-ой-ой, слушайте, а это, нога-то вот ногу еле поднимаю я. Да, ну, это еще, в принципе, облегченные ходули, есть тяжелее, все зависит от металла. Ну, вы знаете, ноге очень некомфортно, честно, как, может, вы уже привыкли? Ну, в принципе, в коньках не очень комфортно обычному человеку, к ним надо привыкать, да. Да, очень скованно и вот, ну, просто вот, как деревянный, да, конечек такой. Так, а как вот становитесь? Вы же вышли уже красиво, так выехали к нам, к зрителю, да? Вот мне интересно, как вы там держитесь, да, за углы? Нет, я абсолютно одна собираюсь на номер, потому что мои коллеги заняты в этот момент, я их зашнуровала, выдохнула и вот так вот встала самостоятельно. Ну, вы совершенно не боитесь, да? Да, уже не боюсь. Ну, а вообще вы падали вот с такого конечка? Да, я падала, падала, да. Ну, это, мне кажется, травмоопасно так, да? Да, я разбивала себе затылок. Так, товарищи, на таких конечках я еще, конечно, не каталась, вряд ли, наверное, рискну. Я думаю, что это только профессионалы способны. Так, пусть постоит конечек здесь. Так, кстати, чтобы зрителям было понятно, вот которые не были на шоу, давайте посмотрим фрагмент, фрагмент из этого циркового шоу на льду. Дарья, еще и дрессировщица, хочу сказать вам. Как вы это совмещаете? Фигурное катание, голуби, дрессировка. Почему именно голуби? Так получилось, что в прошлой программе, когда я работала, у меня коллега сломала ножку, и мне пришлось освоить номер с голубями. И то есть любовь к птицам и работа в этом номере у меня началась еще давно. Мне, так скажем, просто волею случая пришлось с ними заниматься. Вот они так смирненько сидят, вы посмотрите, такие послушные они, да, даже не летают, внимательно слушают. Жаль, что они не умеют говорить. Они, наверное, вы тоже сказали нам пару слов, да? Доброе утро! Вот, вроде бы понимают. А кто вот постановщик этих ледовых программ? Ну вот нашего коллектива ледового Евгения Маскалев. Он меня и пригласил много лет назад. Даша, ваши гастроли в Карачаево-Черкесии продолжаются. Скажите, сколько дней вы еще будете в нашей республике, и когда заключительный день вашего шоу? 30 мая, в воскресенье, заключительное представление. Зрители Карачаевой-Черкесии, придите на ледовое шоу «Лед и пламя» и увидите это своими глазами, как можно вот на таких ходулях кататься. Это возможно, вы знаете, особенно вот такой хрупкой девушке, как Дарья. Наверное, все по плечу. Спасибо, Дарья, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. И вам спасибо огромное, что пригласили. Очень приятно побывать у вас. Близятся выходные, а это значит, что можно распланировать свой досуг заранее, узнав, какие мероприятия нас ждут в республике, в мире кино. Альбина Курачинова-Кенжева расскажет, куда сходить и что посмотреть. Доброе утро, Альбина. Доброе утро, Светлана. Доброе утро, телезрители. И вот какие интересные мероприятия нас ожидают в ближайшие дни. Завтра в филармонии Черкеска состоится концерт классической музыки композитора Мурата Кабардокова, автора музыки к фильмам Александра Сокурова, Кантемира Балагова и Алексея Учителя. А специальный гость вечера – Аскер Бербеков. Победитель международных и всероссийских конкурсов. Обладатель премии Путина. Победитель телепроекта «Новая звезда» и вокального шоу «Голос». 30 мая в 11.00 в детской библиотеке имени Сергея Никулина состоится праздник в ожидании лета. В воскресенье вечером любители театральных постановок смогут порадовать себя спектаклем «Голубцы по объявлению». Главная героиня дает объявление, в котором говорится, что она отдаст своего мужа в добрые руки. На это объявление откликаются три человека, которые также несчастны и одиноки. И о кино. Любители детективного жанра могут посмотреть на большом экране ленту «Пила спираль» о следователе полиции Нью-Йорка. Зэк Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, которые странным образом напоминают преступления прошлых лет. А на нашем канале продолжается вечерний сериал «Несмотря ни на что». Желаю приятного просмотра. На этом у меня все. До встречи. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok